Этот иллюстрированный альбом посвящен трём художникам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Их война застала в юном возрасте. Они героически прошли все испытания фронта и тыла, и при этом не переставали рисовать. Елена Мартева, Павел Афонин, Сергей Попков. До войны все трое готовились стать профессиональными художниками. Но вместо студенческой скамьи оказались в самых горячих и трагичных точках Восточного фронта. В издание вошли и репродукции более ста работ, большинство из которых публикуются впервые. Эти работы словно приоткрытая дверь в прошлое. Уникальные художественные документы, благодаря которым сегодня можно соприкоснуться с историей, в которой навсегда остались блокады Ленинграда, Курская битва, наступление на Берлин. Представленные в альбоме произведения, графические зарисовки, акварели, гравюры, создавались вне рамок официальных заказов и строгих цензурных требований военного времени, а подчас и вопреки им. Нашим героям посчастливилось вновь увидеть мир без войны. Все трое стали профессионалами в своем деле и смогли осуществить свою мечту. Но никто из них не забыл о войне, которая оставила глубокий след и в жизни, и в творчестве. «Я посвятила блокадной серии всю свою жизнь», говорит Елена Оскаровна Мартелла сегодня в свои 98 лет. «Она стала для меня всем – женой, мужем, детьми. Я почувствовала не обязанность высказаться так, чтобы люди увидели и поняли, что это было за время». Художница создала необыкновенную эмоциональную серию авторитографии и гравюр, посвященную блокаде Ленинграда. Павел Иванович Афонин о войне говорить не любил и воспоминаниями начал делиться только в последние месяцы жизни, приближаясь к своему 90-летию. Его фронтовой путь от Москвы до Берлина хранят рисунки и портреты однополчан. Кто знает, может быть, среди них найдутся знакомые вам имена и лица. Сергея Федоровича Бабкова переживания войны не отпускали до последних дней. После окончания войны, блестяще окончив Академию художеств, Бабков выбрал путь военного художника-баталиста. Его воспоминания и фронтовые рисунки положили начало целому ряду исторических полотен, которые сегодня можно увидеть в ведущих музеях страны. Помимо работ военного и послевоенного времени, на страницах альбома вы можете познакомиться с биографиями и воспоминаниями художников. Мне подсчастливилось лично знать всех троих героев, и поэтому особенно хотелось поделиться их удивительными судьбами и творчеством. Их пример стал важной точкой опоры в моей жизни, и я надеюсь, что он может оказаться познавательным опытом и для вас. Продолжение следует...